Дорогие друзья, хочу вам рассказать о когнитивном искажении недооценка бездействия. О чем идет речь? Это когнитивное искажение, как и все другие, вшиты в наш мозг. Мы храним все способы рационального мышления просто как зенец ока. И данное когнитивное искажение сейчас, почему об этом важно говорить и понимать его, оно сейчас крайне опасно. Что такое бездействие? Когда вы говорите, что мы подождем, мы посмотрим, как оно будет развиваться. Выглядит очень мудро, я бы сказал. Но на самом деле, пока вы ждете, реальность меняется. И вполне возможно, что в момент, когда вы созреете что-либо делать, ваши инструменты, которые вы многозначительно выдумывали в периоде бездействия, уже не будут работать. Вот сейчас время, когда все очень быстро, очень стремительно, и нужно постоянно двигаться вперед. Если вы считаете, что ваше бездействие – это сейчас правильная тактика, вы действительно упускаете большое количество возможностей еще, которые, очевидно, перед вами открываются в это время. И мне очень хочется, чтобы вы как-то поберегли собственную жизнь, потому что она нуждается сейчас в действии. Недооценивайте ущерб, который вам может принести пассивность в нынешнем состоянии. Да, может быть, сейчас не очень понятно, что делать. Но вы должны что-то делать, потому что тогда вы будете в ногу идти со временем с тем, что происходит, и будете добиваться больших результатов. Думаю, среди вас есть те, кто будет говорить, что бездействие, в общем, может быть и правильная вещь. Вот давайте поищем аргументов, и я хочу, чтобы вы отписали в комментариях, почему надо сейчас действовать. Какой ваш взгляд на это?